Привет, дорогие кинолюбы, это Кэт на канале Puzzle English На сегодня я подготовила сериал, который вызвал у людей противоречивую гамму чувств Кто-то назвал работу шедевральной, другие же отнеслись к ней как к самому провальному релизу Netflix Речь идет о нашумевшей Эмили в Париже Это американский комедийно-драматический телесериал, повествующий о переезде молодой американки Эмили в Париж по работе Сейчас мы вместе посмотрим трейлер и возьмем оттуда все самое интересное и нужное Учить английский можно эффективно и увлекательно На платформе Puzzle English вы можете слушать популярные клипы, смотреть интервью, слушать подкасты, читать книги и многое другое С нами учатся более 10 миллионов студентов первые две недели занятий бесплатно по ссылке в описании Я Эмили, ваша новая соседка Запоминаем слово neighbor, оно означает сосед по дому, району и так далее Итак, вы приехали, чтобы научить французов американским чертам характера Здесь речь идет не о языке и не о стране В первом случае мы сказали просто French или the French language Здесь герой имеет в виду нацию французских людей, французов Trait значит черта характера В данном случае этим немного риторическим вопросом Эмили хотели намекнуть на ее желание американизировать французов Disfunctional переводится как неблагополучный Используем его, например, таким образом To bring the drama означает приносить с собой драму Например, фразу Можно сказать вашему знакомому, который постоянно все драматизирует Можете мне сказать? Я так рада, что мы друзья Ты что, без пары? В Париже? To be glad В данном контексте подруга Эмили говорит В переводе это звучит как Я так рада, что мы друзья To be single Это означает быть холостым, без пары Во всевозможных анкетах и документах слово single можно встретить в качестве опции в графе семейное положение A flirt – это слово, которое можно обозначить человека, который любит пококетничать, пофлиртовать Есть еще глагол to flirt, да? Составим предложение с этим словом, чтобы лучше его запомнить Я знаю, что он любитель пофлиртовать To show up – фразеологический глагол, который переводится как приходить куда-то, появляться С вопросом В чем проблема, я думаю, все понятно Также смотрим на выражение Очень крутая фраза, она означает при всем уважении Слушайте, я хочу общего успеха Это немного спорно Мне нравится Мы делим слово В переводе означает Спорный, любящий полемику Это может быть о какой-то теме Например, в интернете Кто-то поднимает какой-то хайп на какую-то тему И вот можно это описать словом controversial Потому что люди начинают спорить Это что-то из серии Непереводимая игра слов, мы говорим Когда значение теряет свой смысл Наша любимая Очень хорошо иллюстрирует, что значит потеряться при переводе А фраза to find my way означает находить путь Свой, особенный, близкий сердцу Какое-то мое решение Мое место Париж самый захватывающий город в мире Никогда не знаешь, что будет дальше Впрочем, героиня объяснила сама То есть никогда не знаешь, что будет дальше Но здесь такое позитивное значение То есть ты в предвкушении Ты очень в таком радостном возбуждении Ну что ж, надеюсь, вы подчеркнули для себя что-то новое Пишите в комментариях Будете ли или, может быть, уже смотрели Эмили в Париже И мечтаете ли побывать в столице Франции Если вам нравится учить английский по фильмам Слушая песни и речи знаменитых людей Тогда не переключайтесь И переходите и смотрите другие видео на нашем канале Ссылки оставлю в описании А с вами была Кэт See you in our next video